Украинская МВД заявляет, что установлены личности всех подозреваемых в расстреле митингующих на Майдане. По делу о снайперах уже задержаны 12 бойцов расформированного спецподразделения «Беркут». И сейчас снова на прямую связь со студией выходит наш специальный корреспондент на Украине Максим Бойцов. Максим, еще раз приветствую. Ждем отца подробностей. Здравствуйте, коллеги, еще раз. В эти минуты пресс-конференция продолжается. Успел выступить пока лишь Шарсен Аваков. Однако именно он, по всей видимости, уже и сформулировал ту самую позицию, которой будут придерживаться и остальные сегодня выступающие. В общем, министер внутренних дел Украины переложил всю вину, как и ожидалось, на предыдущую власть. В общем, все преступления, всю подготовку и все происшествия, которые произошли в феврале, 18-20 февраля, массовое убийство людей, все это готовилось и организовывалось теми людьми, которые были причастны к предыдущей власти. Ну, почти 30 минут выступал Арсен Аваков. Целая схема у него была такая, перед ним висела она на доске. И он, как преподаватель с лазерной указкой, раскладывал все по полочкам. Вот именно так, как видит ситуацию Министерство внутренних дел Украины и следственные органы. В общем, все так называемые банформирования, какие-то тетушки, непонятные личности, которые заполнили Киев. В то самое время все они, это была часть спланированной операции, якобы предыдущей власти, даже машины поджигались по приказу, ну, чуть ли не Захарченко, предыдущего министра внутренних дел. Тем временем, бывшие бойцы Беркута, на которых, скорее всего, и будет повешено вот те самые преступления и тот самый расстрел митингующих, тоже очень обеспокоены. Обеспокоены тем, что ни о какой объективности, ни о каком поиске правды в такой ситуации не может идти речи. И новые власти Украины попросту ищут, ну, если грубо сказать, козлов отпущения. Сегодня ночью они собрались, бывшие бойцы Беркута, у главка МВД. И вот эти самые свои беспокойства высказывали. Наша съемочная группа была одной из них, одной, единственной, которая удалось с ними пообщаться, и я предлагаю их послушать. Нас всех считают врагами народа. Всех. Хотя мы делали все на законных основаниях. Мы делали, мы выполняли свой долг. Я считаю, что все ребята здесь герои стоят, которые стояли с палкой, с палкой, с томфой, с пластмассовой палкой и резиновой, и со щитом алюминиевого, который алюминиевый дюраль алюминий, да, который пробивался, вот такие дыры, ребят. Никто с нас не скрывается, никто не уезжает, то есть все тут. Но мы хотим еще, чтобы расследование было объективное, что с одной, что с другой стороны. Ну и пресс-конференция сейчас продолжается. В эти муты выступает Наливайченко, а затем, по всей видимости, будет выступать и исполняющий обязанности генерального прокурора Украины. Будем слушать, наблюдать и сообщать вам самые последние новости, Мария. Да, Максим, тоже будем ждать результатов пресс-конференции. На промо-связи из Киева был наш специальный корреспондент Максим Бойцов.